пыталась снять сфотографировать но невозможно не знаю не знаю этих настроек такой насыщенный красный цвет что просто размывается как бы получается красное пятнышко а настолько красивый цветочек что попробую снять на видео здесь хотя бы хоть что-то видно что это цветочек и не пятно вот такая новая бегония красавица вот такая она невероятно красивая но даже здесь очень сложно передать вот эти какие лепесточки и еще вторая бегонечка желтенькая вот это хоть немножко видно листики какие же они изумительные на самом деле бегония какое разнообразие не покажу ту которую уже видели розовая насыщена розовыми такие тоже сейчас лепестки раскрылись полностью и там зреет 2 цветочек везде какое волшебство не имеют за ними ухаживать не любят они как бы мою квартиру съем погодными условиями очевидно им нужно либо более влажный воздух либо более низкая температура трудно сказать они сейчас у меня по цветут по цветут и потом все в общем сохранить их уже не удастся очень жаль поэтому это такой кратковременный момент наслаждения красотой пока вот она есть такая ну что ж будем ловить момент такие бегонечки буду читать литературу буду пытаться с ними подружиться потому что нельзя так сдаваться легко то есть если все остальные меня достаточно растут беспроблемно вот с этими у меня с бегонями вообще всегда какие-то заморочки сдаваться не буду обзавелась кучей всяких книжек интересных вот одна из самых популярных это доктора д.г. хесайона все комнатных растений так и считается что это одна из самых популярных мире книг о комнатных растениях ну по крайней мере там действительно об очень многих есть сейчас мы сядем и пока вы будете смотреть и любоваться на фиалочки я быстренько найду раздел про бегонии вот он как-то сразу и открылся и попробуем разобраться что же у меня не так с бегонями ладно все равно сочетесь и лучшими фиалочки так секрет успеха температура умеренной зимой не ниже 15 но однозначно зимой ниже 15 в квартире не бывает то есть вроде бы все нормально освещение яркий рассеянный свет зимой полезно выставлять на несколько часов утром или вечером на хорошо освещаемое солнце место ну можно сказать что может быть тот угол где они вот сейчас стоят немножко темноват но рассеянный свет однозначно есть так что будем это условие тоже считать выполненным ну и на солнце мне не проблема их поставить на пару часов полив с весны до осени почва должна быть постоянно влажной поливает по мере подсыхания верхнего слоя почвы зимой полив уменьшает но это идет речь о декоративно цветущих бегониях хотя возможно эти тоже к этому относятся как бы так если меня предупредили когда их покупала что в магазине возможно их могут заливать их там обильно поливают они стоят на полу на сквозняки так что может быть они уже приходят как бы немножко больными влажность воздуха требует высокой влажности воздуха горшок помещает во влажный торф воздух вокруг растения но не сами листья опрыскивают ну может быть вот не хватает влажности попробую побрызгать тут всячески размножение стеблевыми стеблевые черенки и пересадка по мере необходимости весной ну то есть как будто бы вроде бы ничего сложного на самом деле так что будем пробовать у меня раньше была такая бегония вечно цветущая вот сейчас я покажу вот как она здесь выглядит ну что-то типа этого а когда она была замечательна вот действительно было без проблем и на и на самом деле она цвела круглый год вот виды бегоне множество листья них просто тоже потрясающие красивые вот тут есть картиночки хотелось бы вот эту конечно бегоньку у нас есть ботаническом саду множество таскать разнообразных бегоний поэтому как бы будем пытаться подружиться книжки есть что же мы в конце концов такие не умехи что не сможем это сделать вот так вот вот тут у меня перед носом так красиво распустился фиалочка розовый рай распустилась фиалочка розовый рай тут алама marvel набрал цветочков побольше и тут у нас по моему это неаполитанский закат сейчас глянем да это неаполитанский закат вот он тоже как на выпускал цветочков красота просто и моя любимая на сегодняшний день это выпускница настолько нежная действительно кажется что вот эта девочка выпускница в белом платьице и такая вся романтичная в ожидании всяких приключений от будущей жизни ожиданий приятных от будущей жизни еще раз покажу ой так меня тут шатает тоже моя красавица кустовая и показываю постоянно но потому что не могу налюбоваться насколько она сейчас вот вся тут цветочка замечательно цветет пробежимся еще разик hello america уже цветет целый месяц вот она уже не такая конечно цветочки подвяли слегка но месяц и и даже возможно больше цветет замечательно просто тут эдем набирает тоже бутончиков но они все равно с трудом вылезают из-под листьев немножко есть вот эта проблемка королевский сапфир это маджента который не совсем под по сорту цветет но красавица правда вот тоже голубоглазая россия очень мне нравится сорт очень красивый там будиль беленький набирает тоже бутончики увеличивается тут у нас сказочный ирис у него немножко смыкаются лепестки цветов кверху поднимаются это очевидно его характерная особенность вот тут у нас такая вот мини орхидея не статья на то что там говорится что их надо держать в прозрачных как бы в горшках но у меня она вот стоит вот в таком вот то что горшок был настолько маленький его выбрала и просто поставила в достаточно открытый там смачиваю так периодически там влажненько температура сейчас очень жаркая бы им нравится на улице вот такая красота солнце слепит жарит но сегодня еще нет сегодня еще не настолько жарко вообще пора уже готовится потому что будет скоро весьма и весьма и что нас тут посмотрим и тут у нас красавчик рози руфлис вот тоже такая замечательная фиалочка очень махровистая очень рюшистая прелесть просто так тут у меня красивый такой вот срез камня друзом очевидно агата а там такой кролик с подковкой на счастье и какие-то еще символы интересные тут если полазить по моим полочкам тут масса всего можно найти интересного очень много всяких самоцветов камушков потому что я увлекаюсь они мне нравятся и тут почти на каждой полочке всякие разные так что когда-нибудь расскажу надо приготовиться нельзя что просто ни о чем вещать так что здесь красиво не нравится камешек мухочка муха 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 сегодня гуляла ей жарко она не сказать чтобы очень хочет гулять но ей нравится солнышко если дома солнышко она будет на нем лежать всегда и греться даже если 30 градусов жары она все равно будет лежать и греться на солнышке тут мухи на игрушке сейчас пришла отдыхает вот так вот так что буду разбираться с красавицами как они мне нравятся эти красавицы мы будем надеяться что подружусь очень хочется сохранить и чтобы они зацвели на следующий год просто невероятные цветы все равно они расплывчатся все равно их невозможно снять так как нужно ну вот примерно так там это розовая потрясающе конечно так но уже вообще не фокусируется ничего уже ладненько удачки юным садоводам растений водам и любителям комнатных цветов не забывайте поливать в эту жару убирать спалящих лучей солнца чтобы они хоть как-то у вас выжили до времен когда уже можно будет вздохнуть немножко свободнее когда пройдут жаркие дни так что вот берегите свои растения они вас радуют ухаживайте за ними всего хорошего пока пока